Добрый день, дорогие друзья! Поздравляем вас всех с праздником Победы! Поздравляем также наших ветеранов с этим знаменательным днём! Желаем всем счастья, здоровья и мирного неба над головой! Сегодня мы займёмся разводкой электрики! Хотели мы завести проводку через бетон, но недавно я прочитал один комментарий Спасибо! Это комментарий от нашего подписчика, зрителя Костяна И он сказал, зачем тебе делать дырку в стене, когда можно завести через чердак? Я вот действительно подумал, почему бы и нет А мы что-то не на сегодня подумали Ну да, у нас, видимо, эта голова другим была занята Да, спасибо большое за такой совет Значит, что мы сейчас будем делать? Хотели сверлить дырку здесь А сейчас заведём, вот здесь у нас есть Ну, можно вот посуду, вот как бы отверстие там проделать и завести Взяли такой толстый провод, его пропихаем туда И потом уже привяжем проводку саму и протащим её Значит, какая одна единственная проблема В гофру В гофру Нужно же провод засунуть в гофру А как бы, ну, можно, конечно, вычислить было Какая длина будет Но я так думаю, что это будет не точно Вычисление наше Потому что много изгибов здесь Здесь изгиб, там, там, соответственно, тоже И поэтому мы, я вот так решил, что сначала продёрнем туда провод Его расправим, как он должен, там, по углам, по везде Потом придётся его вытащить обратно Надеть уже, обрезать его И на него одеть уже гофру Потому что другого варианта я как бы не вижу Распределительную коробку будем делать на стену Остальные коробки, наверное, под потолком там, где вот будут скрутки А здесь у нас будет шкаф Всё равно её как бы не видно будет Она не будет в глаза бросаться Ну, шкаф-ку-купе Как комната, как она называется? Комната-героб А, гардеробная, да, точно Вот Ну всё, теперь сейчас приступаем Придётся на чердак залезти Ну, будем делать Вот если сказать честно Я вообще, как бы, ну, в электрике не разбираюсь И вообще этого дела как-то боялся Думал нанять вообще человека Позвать, ну, помощники Но тут пересмотрел очень, ну, так, достаточно роликов И понял, что, ну, в принципе, ничего такого сложного здесь нет Единственная была проблема Это подсоединение самого провода к щитку Но я там тоже разобрался, потом вам покажу Провод будет, должен будет проходить Вот посуда, вот сюда будет заходить Это у нас кочегарка, там находится электросчётчик Оттуда А сейчас здесь дыхку, здесь это нельзя будет? Оно некрасиво там будет Прямо в этой Ну и что? А там я посмотрел, там есть Можно это? Да, там есть щелка такая Даже сверлить ничего не придётся И вот по этой балке Пойдёт, пойдёт Потом вот сюда вот зайдёт И туда уже всё Сейчас вот просто надо это Потом ещё утеплителя сюда Всё, да Сейчас пойдём посмотрим Откуда он там вылез Загни его, конечно, чтобы он не упал А тут тепло Здесь не то, что тепло тут вообще Жарко прохать Как в бане Да, вот здесь бы тоже, да? Такой летний вариант Так почему, ну и комнату бы сделать Можно было Посмотрим, там может доски какие-то с распродажей Купим, застелим пол здесь Ладно, нам надо одно сделать Вот он вывез провод Сейчас к нему Примотаем проводку И туда его Затащим На этой изолентой На изоленту думаешь примотать? Нужно Вырезаем запасом Ну а сейчас цвет уже сделается Потом можно что-то дальше делать будет Здесь Потом отопление будем делать Посмотрим, получится у нас Сделать проводку Разводку Все Так Интересно Наверное так Фиг Надо придется туда сначала Оттуда выдергивать Вытащили провод обратно Сейчас будем В гофру его заводить Здесь вот есть специально Такое Проводка Учетом Там на всякие эти Тут вот так Примерно Еще с того края Столько же оставим Да? Вот так вот наверно Гофру надо отрезать Отрезаем Вообще вот Вот мне интересно Вообще вот эта гофра Она Огнеупорная Горит она вообще Или нет? Возьми, доплывай Вот я вот хочу Кусочек отрезать И потом Сейчас проверим Потому что Ну гофра Понятно там Она Не сильно такая Ушито крепкая От каких-то Механических Повреждений Она возможно Спасет От чего еще? От сырости А вот Провода Если нагреются Вдруг начнут Нагреваться И плавиться Спасет она От этого Или нет? От пожара По погу Зайзешь Хорошо загорится Или вообще Не загорится Мы поджигаем И смут И видим Ну что у нас Ну вот что-то Она пытается Она тухнет Так-то Как бы Вот видишь Фу Видишь Она вроде плавится Да? Но не горит Видишь Не горит Ну значит Нормально Как бы Это Фу Вонь какая только Ладно Понятно Не горит Но это уже Хорошо Потому что У меня этот Вопрос Мучил Я все Хотел Подшить А может Так просто Проснуться Попробуем А вот так Или нет Да не Нормально Пошла Пусть она Надо на гостину Да Надо кому-то Вот наташнике Ровая Держи ее Вот прямо Натянем Вот так Вот так Никогда не вытаскивайте Эту Проволоку Что-то Вроде сначала Нормально пошло Потом Это Все Хапец Оо Пошло Вроде Наконец-то Просунули Провод Зря Мы Выдернули Эту Железячку Это Проволочку В эту Но она Туда Улетела И что Начали ее Просовывать Вроде Нормально пошла Ну Ванна Все Будем Прокладывать Ванна Все Тогда полез И туда Что Провозит Матвейка Не таскай Этипаж Пожалуйста Вот так И все Ночью Дорогие Нет Что-то Два Две Что-то Стоит Одна Или Рубль С чем-то Как бы Дорого А нам Один мужик Говорит Нафиг Ты берешь Их На гвозди Заделай Да и все А что Гвозей Думает Мало Меньше Надо Да Нормально Нормально Все Ох Матвейка Тут все натворил Все плашки Сташкал Смотрите Нифига себе Это Наверное Дом собрался Строить Второй Это он Коровник Строит Видишь Поросятник О Проезд Провод Проезд Пирожков Не елся Сосед Ой Не надо Не каркать А то Спекирую Не одного раза Хватило А ты просто хочешь Все раскинуть Подключать Потом Все Конечно Ты что А что мы под напряжением Будем подключать Нет Все раскинуть А в коробке Потом Ага Все Вот так вот А в принципе нормально Вот оно тут Вот сюда Вот потом Заведется Вот оно В электрике Не разбираюсь Для меня было Ну как то Непонятно Как тут Подсоединять Как бы чисто Логически Сначала я Прикинул Что вот видите Вот эти два Автомата У нас рабочие Вот они видно Что включены Вот эти два Автомата Вообще всегда Выключены То есть они Как идут на запас Это сделал Бывший хозяин Чисто логически Что вот сюда Вот эти два провода Раз подсоединил И все Но Начал смотреть Интернет Как подключают Счетчики И это Немного Меня сбило С толку Дело в том Дело в том Что на Автоматы Кидают Только фазу А ноль Кидают На железную Такую планку Там железная планка С такими Много у них Там шурупчиков И вот они Туда Вот это ноль И И заземление Тоже другая планка Идет Вот Я здесь посмотрел Тут такого Не увидел Позвонил Знакомому Электрику Он сказал Что делают Некоторые Что и фазу И ноль Делают на автоматы В принципе Как здесь И сделано И это Он говорит Даже Ну намного лучше Чем на какую-то Планку Там Считайте Ну а тут Ну а тут Сделано И фаза И ноль На автомат Идет Я тут уже Индикаторной Отверткой Посмотрел Все проверил Что действительно Здесь фаза И ноль Идет Не помню уже Где это Вот это Вот эта фаза Вроде бы Ну ладно Первая фаза Второй Ну и все Да Ну ладно Ну потом еще раз Проверим Значит тут уже Сразу же Определимся По цвету Не вижу Какие тут Зачистим Посмотрим И потом уже Ну Какой-то цвет У нас будет Фаза Какой-то ноль Все Здесь уже все Готово Пойдем дальше Сейчас уже Пойдем туда Ребятишки Уже начали Осваивать Пристрой Пока мы там Что-то делаем Они уже Построили Что это Такой дом 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 построили Да Я тут Набросал Схему Нашей Электропроводки Ну как бы Так Конечно Навряд ли Вы что-то тут Поймете Ну ты же Понимаешь Ну я как бы С трудом-то Понимаю Что я тут Нарисовал Сейчас будем Проводить Провод К розетке Здесь он будет Идти в гофле А дальше Так Что мы будем делать Нам надо Замерить Вот это Расстояние Коробку решили Потом Переходим Узнаем Правильно Это Неправильно Потом Узнаем Наверное Может быть Ее немножко Вот так Отпускать Гофру Оттуда А что Она тоже Здесь будет Нет Ну я говорю Под потолком А Или так Вот просто Раз И Ну ладно Тогда Так 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 Бежим Ну примерно Вот так Вот Быстрее Так они Уже другую Построили Я заходил У него Такую Домик Такую Построили Матвейка Я там сидел Внутри Как Ничего Не упало Как я смотрел Все говорят Что надо Запасом Провода И в коробке Тоже Чтобы было Ну тут Мне кажется Можно Немножко Это Поменьше Да Так вот Наверное Сделаем Уживете Кутии А потом Оно закроется Да Эти Потом Натяжным потолком Это все Закроется Понятно И не видно Будет Ничего Ну ладно Мы сюда По того Какой-нибудь Это Сисунком С каким-нибудь Так Какой Ну да Ну и тут Вот так Вот Запасен Наточка Дань папе Вот классную Отвертку Не отвертку Букаверты На Инструмент У нас Еще Тут Ну Вроде Нормально Верст Все Готово Ну Потом Замазается Это все Вот Я не посмотрел Как электрики Крепят Вот этот Провод Ну Чтобы Просунуть Его Здесь Я ножичком Прорезал Вот здесь Вот И Продернул Проводок Вот этот И замотал Вот Сейчас будем Продергивать Маша С той стороны Будет тянуть Плоскогубцами А ну Ладно Попробуй Руками Вроде Идет Раскрутите Вот там Коральку Вот эту Подойди туда И все Все Готово Тянется Вот так Вот Вроде Веселее Получилось Не Не Че Не Не Да Я на провод Смотрю Такое впечатление Создается Что его Не хватит Вроде бы Рассчитывали Все А вот На эти Вот Кусочки На все Мы же Для этого Не рассчитали На выходы С запасом На запас Не рассчитали Все Вышел Вдергивай Его Немножко Хватит Вот так Но можно Еще Ах Хотя Нормально С проводком Удобнее Намного Дурак Выпей Или Ничего Можете Что-то Пригодится Купи Какие пени Не пени Какие Никакие Знаешь Как надо Сделать На большом Расстоянии Прикрепить Выровнять Его Чтобы Не держать Чужого Дюкжета Мы же Начали Провод А если Сейчас Криво Прикрутим Че Получится Может Не хватить Его Потом Там Закрепил Ой Успела Пекутить Потом Это Как-то Криво Видишь Надо будет Потом Переправить Наверное Видишь Ладно Сейчас Вот сюда Закреплю Не Не Вот Это Сюда Немного Вбок Надо Сейчас Куда Сюда Нет Туда Я Пусть Сюда Немножко Надо Они Ну вот Все Правильно Здесь Будет Сюда Вот Странно Почему-то Вот Это Одна Теска Темная Какая-то Стала Одна Движ Остальные Самое О Немножко Штюменя Надо Дать Это Четверк Вагона Она Пусть А? Кого Поймем? Четверк Куда Поймем? Вагон Она Четверк Сюда Пусть 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 А Так Благо Кинули Еще Один Провод На Эту Сторону Уже Ну Гофт Не Хватит Щитоводы Да Хреновы Ну Ладно Чего Сейчас Надо Только Сюда И Все Кого? Вывезло Нет Вывезло Здесь У нас Пойдет Фаза Она Как Общая На Выключатели Идет А Ноль Будет Приходить Оттуда А Потом Расскажем Чего Докажет Так Вот Сейчас Сделаем Сразу Скрутку Здесь На Земле Чтобы Там Не Лазить Попробую Вот Так Это Я Там В Ютубе Высмотрел Тоже Приноровиться Надо Так Зажал О Видишь Как О Видишь Как Смиречка Получилось Вот Здесь Вот В доме Один раз У нас Погорела Проводка Пришлось Стену Разбирать Так Что Лучше Делать О Смотри Без Кислоты Походу Не будет Она Нихрена Видишь Отваливается Наверное Нихрена Она Не Это Придется Наверное Все Таки Приваривать Заваривать Видишь Что-то Отваливается Нагулялись Откуда И Куда Нагулялись Нашли Все-таки Гафритовый Стержень Это Вытащили Из батарейки Сергей Нашел У себя Старую Батарейку Сейчас Попробуем Паять Провода Продолжение следует Фиг его знает, что-то как-то не очень, мне кажется, получается. Ну нет, вон, стоялись. Кончик запаялся. Ну, они так и паяются. Я посмотрел, что кончик они паяют. Так, припаялся, да? Кончик он припаялся. Да, он все нормально сейчас. Это на выключатель идет одна, да? А, ну все на выключатель. Эта фаза идет на выключатель. Такая вот у нас получилась тут. Конструкция. Лапша, да. Итак, показываем, что мы успели сделать. Начнем отсюда. Провожили для резетки. Там у нас будет распределительный щиток. Коробка. Значит, провод пошел вот этот. Ноль и фаза. Идет провод. Приходит туда. Там тоже будет распределительная коробка. Потом, значит, от нее вот идет провод на резетку. Фаза ноль. Потом пошла фаза у нас. Вот провод. Это идет одна фаза. Идет сюда. Уходит на выключатель и на лампочку. Дальше там тоже пошла тоже одна фаза. На второй выключатель. Тоже на выключатель и на лампочку. Ноль будет приходить на лампы. Вот у нас гофра закончилась. К сожалению. Но мы как-то гофру сильно не считали. Да, приблизительно ее взяли. Но оказалось, что не хватило. Мало. Провод вот есть сюда. Надо будет просто... Сейчас просто не стали делать. Потому что гофры нет. Не имеет... Гофру нету. Но не имеет смысла его сейчас проводить. Съездим, купим гофру. И потом уже... Ну, значит, вот здесь вот пойдет провод. Просто вот он двойной. И будет два нуля. Ну, как бы по проводу идти два нуля. Один ноль на эту лампу. Он будет здесь разветвляться. А второй вот на эту лампу. Вот. Не знаю. Что-то понятно кому нет. Что фаза у нас вот идет она. Через выключатель на лампочку. А ноль приходит. Уже будет приходить оттуда. Потом, значит, у нас тут фаза. Вот это... Вот мы здесь вот просверлили отверстие на ту сторону. Эта фаза туда ушла. Потом там тоже просверлили. Там уже будет провод. Через это отверстие будет заходить провод фаза ноль. Так, пойдем туда в ту комнату. В этой комнате здесь вывели провод на выключатель. Это фаза. Здесь выключатель. И на лампочку он пойдет. Мы пока его сюда повесили. Потому что гофры не хватило. И здесь вот будет лампа. Потом, значит, здесь у нас получается... Вот должен проходить на розетку провод и на лампочку провод. Кабеля тоже не хватило уже получается. Тут надо будет докупать. Я так подумал, тут пойдет у нас... Вот он и будет кабель вот из этого отверстия. Пойдет на розетку фаза ноль. И нужно будет ноль еще на лампу завести. Вот отсюда. Я так подумал, надо взять сразу купить трехжильный провод. Купим. Сколько тут? Я не знаю. Ну, посочетаем сколько тут. Метров пять, наверное, да? Ну, даже пять. Ну, пять, ну, я не знаю, или четыре тут. Короче, замеряем. Рулетки. Очень запасом узнать. Ну, да, возьмем запасом, но трехжильный. И получается у нас будет два провода нуля, одна фаза идти. Фаза ноль, вот она пойдет сюда, на розетку два провода. А один ноль отсюда отсоединится и на лампочку. Лампочка вот здесь вот будет где-то. Ну, вот он провод от нее. Ну, и все, в принципе, да. Всех поздравляем с праздником. Девятая мая. Всем здоровья, счастья, успехов. Всем пока. До новых встреч. Ставим пайс. Пока.